Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Экосистема разработки, применение и развитие передовых цифровых производственных технологий Ядром этой экосистемы является инжиниринговый центр, центр компьютерного инжиниринга Один из национальных лидеров в сфере высокотехнологичных разработок С применением таких технологий, как цифровое проектирование, моделирование Компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг, аддитивные технологии Уже почти десятилетия заказчиками разработок инжинирингового центра Являются крупнейшие промышленные предприятия и корпорации, как российские, так и зарубежные Из этого опыта и, конечно, деятельности всего университета И сложилась экосистема поддержки соответствующих технологий Передовая инженерная школа стала логическим развитием этой экосистемы Которая на сегодняшний день состоит из четырех ключевых структур Это центр компетенции национальной технологической инициативы Новые производственные технологии Она отвечает за проведение НИОК, разработку и коммерциализацию научных технологий Научный центр мирового уровня передовые цифровые технологии Ведет соответствующие фундаментальные исследования Инфраструктурный центр НТИ по направлению Технет Занимается работой в сфере аналитики, нормативного регулирования и стандартизации А передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» Создана для решения фронтирных инженерных задач И подготовки глобально конкурентоспособных инженеров Нового поколения, как мы говорим, инженерного спецназа 22 партнера, которые выразили заинтересованность И подтвердили ее финансово в развитии этого направления Здесь я бы сразу отметил по крайней мере три крупнейшие С одной стороны это Ростех, объединенная двигательно-строительная корпорация Это двигатели, газотурбинные двигатели Причем как воздушные, морские, так и наземные Второй, конечно, это Росатом Здесь из лидеров я бы отметил топольный дивизион ТВЭЛ С которым мы давно успешно работаем И семь дивизионов Росатома То есть это самые высокие показатели в стране С точки зрения поддержки со стороны госкорпорации Росатом И третья, основная у нас такая корпорация, которая нас поддержала Это Газпромнефть Каждый из них сформулировал фронтирные инженерные задачи Те, которые мы взялись решать Для этого мы готовы и собрать свои коллективы Делать их, скажем, реконфигурировать Под решение этих задач А также, получив потом финансовую поддержку от индустриальных партнеров Мы получили право тем самым совместно с ними Сформировать, спланировать новые магистические программы Цель передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Это создание нового типа инженерной подготовки В интересах высокотехнологичных компаний России За счет цифровой трансформации образовательных подходов Включающей разработку новых образовательных программ На основе выполнения прорывных научно-технологических разработок Я решил обучаться на этом направлении Так как здесь я могу приобрести необходимые навыки и знания Для решения инженерных задач Здесь есть возможность получить практического опыта Потому что есть различные проекты Возможность общаться с заказчиком Я выбрал направление компьютерный инжиниринг и цифровое производство Потому что мне в моем образовании необходимо обладать компетенциями в области ЦАЕ То есть в области расчетов деталей конструкции Поскольку во время бакалавриата я уже получил знания в проектировании и в моделировании производства И таким образом магистратура соберет в моем портфолио компетенции во всем жизненном цикле изделия Цифровой инжиниринг это означает, что у нас есть программа основного образования магистратуры сейчас И программа дополнительного профессионального образования Значит, по магистратурам сейчас ключевая особенность наших магистратур в том, что у нас с каждой студентами два научных руководителя Один со стороны университета, то есть академический, с другой стороны предприятия-партнера И, собственно говоря, вся дипломная работа студента, это в любом случае работа с заказом, который это предприятие реально исполняет совместно с политехом То есть это реальный научный проект Конечно, там за спиной стоят профессиональные инженеры, которые там, если что, доработают результат этого студента Но важно, чтобы была ответственность и, главное, деньги То есть студент заработает за эту работу какую-то определенную зарплату И он понимает, что если он ее выполнит плохо, он лишится этой зарплаты То есть в некотором смысле моделирование его трудовых отношений с будущим его работодателем Ну а с точки зрения ДПО, тут мы открыты для любых форматов, которые необходимы нашему заказчику Это может быть и узкоспециализированный курс, там, не знаю, всего 5-7 недель Который, так сказать, один день в неделю погружает в какую-то конкретную технологическую базу В какой-то конкретный технологический процесс Либо широкий охват разных знаний, разных компетенций, которые получают в ходе длительного курса Основными задачами передовой инженерной школы являются разработка и запуск до 2030 года 80 новых образовательных программ, опережающая подготовка и повышение квалификации у 3 350 молодых инженеров Одним из первых образовательных продуктов школы стал онлайн-курс цифровые двойники изделий Подготовленный авторами соответствующего национального стандарта и запущенный на национальной платформе открытое образование По итогам первого набора мы уже ожидаем около 500 слушателей Которые, я надеюсь, успешно сдадут испытания по итогам обучения в конце декабря 2022 года Миссия передовой инженерной школы цифровой инжиниринг Это создание мультидисциплинарных научных знаний, технологий и платформенных решений мирового уровня На основе модели политехнического инженерного образования На третьем курсе я устроилась на работу в научно-образовательный центр «Северсталь Политех» И узнала, что наш центр совместно с «Северсталью» планирует открыть магистрскую программу Меня это заинтересовало, и я решила поступить на это направление На сегодняшний момент я уже работаю в «Северсталь Политех» на позиции инженера У нас сейчас глобальный проект – это разработка нефтяного месторождения из композиционных материалов Моя роль в этом проекте – моделирование деталей из композиционных материалов А также оценка их свойств в программном комплексе «Ансис» Здесь у нас происходит обучение на задачах, которые сейчас занимают производство Которые сейчас занимают предприятия И наши преподаватели для нас больше, чем преподаватели Они выступают менторами и коллегами Мы в рамках реализации образовательной программы решили отойти от полностью аудиторного формата У нас есть предмет, который веду непосредственно я Это организация наукоемких производств Где мы осуществляем не только аудиторный формат Но осуществляем также выезды на наукоемкие производства В рамках которых нам непосредственно сотрудники, директора, владельцы этих производств Рассказывают то, как они создают продукцию, то, как они создавали непосредственно само производство Итогом двух лет мы получим квалифицированного специалиста Который будет иметь возможность как непосредственно управлять процессами С точки зрения технологии производства, с точки зрения организации производства И также человека, который знает непосредственно на уровне производства все его технологические переделы погружен в него, знает, что за чем следует и знает, какие механизмы он должен применять для создания непосредственно конечного продукта. Наш университет является одним из активнейших участников масштабных преобразований в области научно-технологического развития России и исполнителем по целому ряду соответствующих федеральных программ и национальных инициатив, в их числе национальная технологическая инициатива, стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, национальная программа цифровая экономика Российской Федерации, национальный проект науковые университеты и многие другие. Мы видим и понимаем ключевые запросы государства и стараемся адекватно на них реагировать. В России формируется цифровая экономика, все это мы знаем, цифровая промышленность, создаются и развиваются передовые цифровые технологии. Собственно, наш университет – один из локомотивов этих процессов. Само собой, мы поддерживаем в первую очередь системообразующие отрасли. Это топливно-энергетический комплекс, атомную энергетику, машиностроение, двигателестроение, а также разработку новых материалов и технологий. Эти направления являются ключевыми с точки зрения достижения технологического суверенитета страны. Субтитры создавал DimaTorzok